Я бы хотел действительно поделиться определенным практическим опытом, который преследует компания Positive Technologies в целом при вообще создании киберполигона и использовании этого киберполигона для проведения киберучения для своих заказчиков. На базе PHDIS был в свое время создан киберполигон, который называется сегодня стенд-офф, и это его эволюционное развитие. Но когда мы говорим про то, зачем вообще выполнять моделирование, у меня в голове родилась такая аналогия, мы же все здесь из Москвы, и вот примерно следующую картину мы могли видеть буквально на прошлой неделе, когда в Москве возник буквально коллапс. И из вот этих снежных заносов, которые возникли на дороге, на самом деле можно сделать три простых вывода. Во-первых, что события, которые мы так или иначе не хотели бы, чтобы случались, но тем не менее предвкушаем, что могут произойти, они рано или поздно происходят. То есть про снегопад, там и заносы все знают, но когда это событие случается, почему-то на него люди реагируют неадекватно. У всех людей, да и у коммунальщиков, и у нас с вами, как водителей, которые в этот снегопад вынуждены использовать транспорт для перемещения, есть определенные инструменты, ну то есть автомобиль, который мы используем для того, чтобы преодолевать эти заносы. Соответственно, не все, во-первых, имели адекватные инструменты для того, чтобы с этими заносами бороться и передвигаться по дорогам с заснеженным. И в конце концов, не у всех был навык для того, чтобы эти инструменты использовать адекватно, да, и там ездить безопасно и не попадать в аварии. Причем здесь заносы и снегопады, да, возникает вопрос. Да, прямое, да, аналогия есть с безопасностью, на самом деле, информационной и безопасностью промышленных объектов. То есть говорить о том, что у промышленных объектов нет проблем, связанных с ЭБ, и там, безусловно, Встек проделывает огромную методическую работу, и куча действительно практических документов сейчас создается, за что отдельное вам спасибо, для того, чтобы можно было там правильно категорировать, определять перечень средств безопасности, которые мы должны использовать так или иначе для обеспечения безопасности наших с вами, ну, ваших, наверное. Да, больше. Ну, обеспечивать безопасность нас с вами, как жителей нашей многонациональной страны, безопасного проживания в этой стране, чтобы не было экологических катастроф. Тем не менее, эти катастрофы случаются, и к этому надо быть готовым. И опять же, там, обращая такой ретроспективный анализ на конкретный практический опыт нашей компании за прошлый год, нами было проведено 6 исследований глубоких, крупных достаточно объектов промышленных предприятий, нашими специалистами и хакерами, да, и в 83% из этих исследований наши хакеры дошли до конкретного, там, заглушки, задвижки станка, который управляет критическим технологическим процессом. Почему я сказал 83, да? На самом деле 100% пентестов зачастую, ну, просто из-за того, что квалификация наших хакеров действительно очень высокая, она заканчивается успехом, ну, то есть достижением цели, которую перед нами ставит заказчик. То есть защита так или иначе проходится. Так почему 83% тогда и не 100%? А просто в одном из этих случаев заказчик сказал, что достаточно. То есть мы получили доступ к сегменту DMZ, который непосредственно был связан с сегментом ASU, получили доступ непосредственно там к рабочим станциям главного инженера, они сказали, пожалуйста, не надо больше ничего дергать, да, то есть мы поняли, что проблемы существуют, ну и дальше с этим можно как-то работать. И здесь важный момент, конечно, вот, Елена Борисовна, я вас здесь, наверное, поддержу, да, вот те самые технологи, которые говорят, что у нас там, мы все прекрасно знаем, как безопасность нужно обеспечивать, у нас есть там тот самый надежный рубильник, железный, не знаю, там провод какой-то, еще там переключатель, который в случае необходимости обязательно отработает, но сейчас мы к этому еще перейдем, да, не всегда есть возможность проверить работоспособность этого рубильника. То есть мы полагаемся на него, но почему-то в нужный момент он не срабатывает. Я не буду сейчас называть, да, там громкие достаточно аварии, которые происходили на объектов, на критических объектов нашей страны, опять же, за прошлые годы. Но здесь я про что хотел бы сказать, про то, что, ну, как говорят, на себе не показывают, да, но мы в своих исследованиях, во-первых, пытаемся, ну, кстати, продолжая тоже вот заданную тему, наверное, стеком, да, и Виталий Сергеевич тоже говорил про то, что риски, как бы, хочется приподнять немного, да, то есть от темы уязвимости, как бы, перейти на более высокий уровень логический, да, там управление технологическими процессами в целом. То есть мы это называем недопустимыми событиями, то есть двигаемся еще выше, говорим про недопустимые события для компании, которые она ни в коем случае не должна допустить. Будь то, например, кража данных со счетов в компании, либо же остановка технологического процесса какого-то, да, там, чтобы остановить доменную печь, ну, ума много не надо, да, а вот чтобы ее потом перезапустить и наладить снова выпуск, там, того же прокатного стана до этого, ну, вот это уже там огромные, на самом деле, и затраты, и ущерб, который впоследствии понесет, ну, и в конце концов, гособоронзаказ, если подобный, выпуск подобной продукции подразумевается. То есть мыслим уже совершенно другими категориями, да, говоря про вопрос практической безопасности. И здесь на самом деле, то есть мы говорим про то, что там эти риски нужно каким-то образом выявлять и, ну, там, понимать, насколько они могут произойти, но есть еще и так называемый системный риск зачастую. На что, кстати, вы же, коллеги, зачастую обращаете наше внимание, как компании-исследователи, которые приходят вам и говорят, что, слушайте, а давайте мы там поломаем, например, подстанцию, да, какую-то электрическую. Вы говорите нам, что, ну, на самом деле, одна электроподстанция, это далеко, там, не единственный объект, который нуждается в защите. У нас есть, в конце концов, системный оператор, который обеспечивает и пересприление нагрузки, да, и функциональность и стабильность работы этой системы. Ну, я вот специально взял новость вчерашнего дня, да, как я уже говорил, на себе не показывай, давайте покажем на них. Ну, вот, тоже там в Техасе случился сбой, ну, и там из-за морозов, понятно, что они никогда не ожидают температуры около минус 20, но так или иначе, все равно рассчитывали в энергетике на определенную там цепочку поставок, да, и кто бы мог предположить, что там и ветряки, и солнечные панели вдруг неожиданно остановятся. То есть вроде бы все рассчитано, система работает как должны, есть даже, может быть, сценарий реагирования на недопустимые события, ну, почему-то они не отрабатывают, ну, а когда отрабатывают, то, ну, это приводит, опять же, к большим финансовым затратам. Также, помимо того, что вот там есть киберполигон, на котором мы можем моделировать определенные ситуации, есть также, вы говорите, да, почему мне этот киберполигон, есть же пентест, да, вот придут ребята, там классно взломают и покажут, где у меня есть уязвимые места. В этом тоже есть определенная правда. Когда приходят ребята и показывают, где есть уязвимые места, они указывают все-таки на конкретные, ну, там, вектора проникновения, да, конкретные уязвимости, конкретные настройки средств защиты, которые они увидели. Ну, то есть все равно одна команда в течение ограниченного промежутка времени и ограниченного скоупа, да, помним про 83% успешных, в кавычках, попыток дойти до сегмента ОСУ в прошлом году, один раз не дошли, просто потому что остановили, сказали, хватит, мы уже много страшного увидели, нам этого достаточно для того, чтобы с этим работать. Так же и здесь, да, то есть пентестеры не всегда могут дойти до конца, ну, и там нажать кнопку, например, то есть им главным инженер, по крайней мере, не даст возможности это сделать. Так же и здесь. Ну, и опять же, это единственная команда, которая работает для того, чтобы найти эти уязвимости и там попытаться сломать систему безопасности, говоря простым языком. Вот, что мы предлагаем. Мы говорим, что, а давайте мы этот опыт как бы оттиражируем, да, и возьмем много команд, много разных рисков, попробуем их прям вот по-взрослому там реализовать до конца. Ну, то есть прям где можно потренироваться, ну, вот не боясь за то, что произойдет что-то ужасное, то самое недопустимое событие, да, где-то что-то взорвется, разольется, потом будет огромный штраф, вспомним опять же, да, не так, ну, показательно, мне кажется, случай тоже с Нурникелем, но, как бы то ни было, киберполигон, про них вы слышали на самом деле довольно много уже, наверное, за последние годы, и разные органики, в стек, по-моему, кстати, создает свой киберполигон, да, вот, то есть, ну, есть разные типы киберполигонов, и различаются они, как там, по размеру, да, вот я тут приводил тоже сравнение, что бывают большие и малые, есть, например, по целям, которые преследует конкретный киберполигон, то есть, зачастую они создаются по принципу, например, штабных учений, то есть, когда есть возможность и необходимость, ну, отработать какой-то сценарий, атака на веб-сервер, или же, там, защита от дидоса, так, ну, вот, подобного рода сценарный, да, киберполигон, так назовем, а есть возможность, опять же, отработать, как я уже говорю, не просто риск недопустимого события, там, той же экологической катастрофы, но еще и системный риск в отношении какой-то отрасли целиком, вот, то есть, с такими задачами, под такие потребности и строился киберполигон стендов. То есть, это максимально приближено к реальной жизни, то есть, на нашем киберполигоне, сейчас тоже до этого дойду, да покажу, реализованы модели реальных промышленных систем и объектов из различных отраслей промышленности для того, чтобы иметь возможность как раз моделировать бизнес-риски и определять вероятность наступления последствий при реализации этого бизнес-риска, да, и вообще масштаба этого последствий, к чему может привести, там, когда мы вторгаемся в сегмент, технологический сегмент, например, электроподстанции. А нужно ли нам вообще вторгаться в технологический сегмент электроподстанции для того, чтобы город обесточить, например? Ну, как показывает практика, нет, не всегда. Ну, соответственно, это тоже большое количество команд-хакеров, которые обеспечивают тестирование этих систем на предмет наличия уязвимости векторов для реализации цепочек атак в отношении защищаемых объектов. Ну, и также это целая экосистема, да, куда мы привлекаем как технологических партнеров, то есть, непосредственно, те организации, которые внедряют конкретные, производят и внедряют конкретные контроллеры, конкретные системы, будь то даже IT-системы, да, и в том числе тех вендоров, вендоров, как мы их называли, производителей средств безопасности, которые также присутствуют на киберполигоне, есть вариативность для того, чтобы подстроить типовой объект под свои задачи, под свои нужды. По опыту, опять же, взаимодействия с разными заказчиками сложился определенный круг задач, который они решают. А зачем они приходят на киберполигон? Ну, на самом деле, однозначного ответа на этот вопрос нет ни у нас, ни зачастую, как ни парадоксально, у самого заказчика. То есть, мы приглашаем, говорим, слушай, приходи, есть отличная возможность там смоделировать твои процессы и проверить их на предмет жизнеспособности в отношении кибератак. И возникает вопрос, а зачем? Мы говорим, ну смотри, там, тренировка специалистов, да, там, например, проверка настроек средств защиты, ты можешь реальные средства защиты там поставить, накатить на нее свой конфиг и посмотреть, как этот конфиг справляется с атаками злоумышленников, да. А можешь реально взять плейбук, ну, сценарий реагирования на какую-то киберугрозу и посмотреть, ну вот, что делать в нештатной ситуации. То есть, то самое, вроде бы, все знают, как себя вести, когда происходит атака, но когда вот реально она случается, а это же там, ну, не говорю про секунду, окей, минуты, счет идет буквально даже, ну, пусть на часы, то вот под этим стрессом, когда особенно этих атак большое количество наблюдается, единомоментно, то, ну, любой человек начинает паниковать, если это у него не отточено и не заложено на подкорке, то он просто не справится с корректной моделью реагирования на эти угрозы. Соответственно, можно учиться, да, можно моделировать реальную инфраструктуру и отрабатывать сценарий, что будет, если я там настрою систему защиты так, а что будет, если я помещу, например, там, сделаю еще дополнительный сегмент между администраторами там и привилегированными пользователями, да, сделаю микросегментацию, а если я усилю безопасность контроллера домена и, в конце концов, отключу уже устаревшие механизмы аутентификации, за счет которых зачастую домен докачит, а не упадет ли у меня бизнес-процессы тогда, то есть основная моя там 1С продолжит работать, да, и выдавать отчеты, которые требуются для бухгалтерии. То есть это отличный макет для как раз моделирования подобного. Ну и взаимодействие между разными службами, то есть те же АСУшники, Айтишники, ИБшники, та самая борьба. Зачем нам ставить патчи, говорят, Айти у нас и так все работает, у нас KPI номер один – это доступность. Ёлки-палки. Мы здесь все-таки информацию защищаем, да, и обеспечиваем стабильность бизнеса целиком, да, то есть понятно, что вы-то свой KPI выдали, а нам как потом смотреть в глаза руководству и за что оно нам платит деньги, когда в результате очередной атаки этот сервис упадет. Таким образом, как я сказал, сам Киберполигон создавался, ну вот создается уже более 10 лет, идет он свою родоначальную с мероприятий еще CTF, когда мы действительно боролись за флаги, и задача была либо что-то взломать, либо украсть какой-то файлик, который лежал в определенном месте на рабочей станции администратора, но сейчас это прям реальный огромный макет. Достаточно громко было мероприятие, кстати, признано было одним из лучших мероприятий 2012 года, проведенных онлайн, так или иначе, но тем не менее, одно из лучших мероприятий в области ИБ. На этом стенд-оффе, на этом мероприятии у нас было смоделировано 6 реальных объектов инфраструктуры, которые включали, вот здесь вот справа, если посмотреть, это и модель города со светофорами, с камерами, которые фиксируют штрафы и правонарушения, с парком развлечений даже стояло. То есть нефтянка, газ, в том числе электрогенерация, ну и ряд других отраслей. И сегодня, например, за прошедшие полгода мы еще дополнительно расширяем перечень этих объектов, в том числе благодаря нашим заказчикам, которые приходят для моделирования и стендирования на киберполигоне, для того, чтобы включить как новую отрасль, так это работать с существующей, с учетом специфики, скажем так, процессов, которые реализуются в соответствующих отраслях у нас в стране, помимо тех глобальных рекомендаций, которые существуют в целом в мире. Огромное количество команд атакующих, 29, да, видим команд. То есть опять же, что я говорил, приходит пентестер, это, ну, одна команда. У него своя методика, свои инструменты, ну, то есть это все, что он может, по сути, показать. Да, они дойдут до конца, но где гарантия, что нет других способов взломать тот же самый объект и закрыть другие, да, уязвимости, черный ход. Здесь, пожалуйста, огромное количество команд, которые показывают, по сути, всевозможные шаги. Понятно, что они сжаты по времени, но так или иначе это дает свой эффект. Опять же, по статистике аналогичных проектов зарубежных, которые проводятся онлайн, например, выставляют определенные приложения под баг-баунти, ну, то есть под поиск уязвимостей в сети интернет, при вот такой массированной, да, оценке защищенности самого сервиса или приложения, основные уязвимости находятся в первые два часа. Ну, то есть это тоже показатель практичности подобного подхода. С точки зрения результатов, которые получают заказчики, да, вот, опять же, что считать там хорошим результатом, что считать плохим, но мы здесь, вот, если хакеры, они действительно соревнуются за очки, ну, типа, кто больше взломает, кто больше найдет уязвимостей, тот молодец, да, он получает баллы и в конце концов ранжируется там номер один, номер два, номер три. Вот с точки зрения защиты здесь, на самом деле, все не так просто. Вот как оценить эффективность безопасности какого-нибудь предприятия, да, что это? Количество обнаруженных инцидентов, ну, какой-то глупый параметр, да, я закручу там СИЭМ на всю катушку, да, на все бабки и получу кучу фолсов, например, зато у меня количество инцидентов возрастет. Если я буду там, например, оперировать рисками, да, тогда какие это риски, да, вот, то есть там ложные срабатывания, туда относить, не относить, там, значит, и опять же риск может быть, как мы говорим, вот, ну, на уровне типа взломали систему, а риск может быть там системным для отрасли целиком. Ну вот я здесь пример, привел примеры рисков для финансовой отрасли, да, которые у нас были на объекте киберполигона. То есть, например, там, помимо утецки конфиденциальной информации, то, что касается ПДН, да, информации, например, клиента к банку, мы здесь моделируем также сбой работы самой финансовой системы, то есть тот же процессинг, выход его из строя, ну, вот, как бы, по-моему, очень нежелательное событие для банка, да. То есть вот такого рода риски отрабатывают защитники, когда приходят на киберполигон и решают определенного рода задачи. И вот, наверное, скорее эффективность работы в отношении обеспечения безопасности именно этих рисков для адаптированной под свою отрасль инфраструктуры показывает, ну, определенную эффективность работы защитников. Опять же, вот там, показатель, да, 2 часа, 4 минуты, 3 секунды. Что это такое? Это как раз среднее время расследования, которое у команды защиты получается для того, чтобы полностью разобраться в том, что произошло в инфраструктуре. То есть хакеры что-то взломали, поступает сигнал об отсиденте, или там СИЭМ, например, взводит флажок, да, ай-яй-яй, что-то произошло там. И этот, раскаленный металл течет, значит, по полу цеха, да. Давайте будем разбираться, кто, то есть важно же не просто, обнаружить нарушителя, но там, понять, как он вообще попал, и не допустить возможность развития подобной ситуации в будущем. То есть возможность отслеживать нарушителя на каждом шаге атаки и понимать, где мы можем, ну, не просто закрутить гайки, например, в фаерволе, ну, это самый простой сценарий, да, а иногда фаервола может не быть. Может нам просто изменить технологический процесс и сегментировать, да, нашу инфраструктуру, либо же изменить сам бизнес-процесс. Ну, то есть если платежку можно подписать с каждого рабочего места бухгалтера, то, может быть, отдать его главному казначею, чтобы перевод на 10 миллионов имел возможность сделать только он, то есть снесение изменений уже в сами бизнес-процессы организации. Если мы говорим про сегменты АСУ, ну, то есть там, например, решать другими способами, да, эти же задачи. То есть вариантов реагирования, на самом деле, на попытки реализации рисков может быть довольно много. И здесь есть как раз возможность у команды разобраться и полноценно решить инцидент, сдать его нашим аналитикам. Они оценивают, насколько полно команда разобралась в том, что произошло, насколько она полно увидела всю цепочку атаки и корректно сделала выводы из этого события. И также немаловажный параметр, я же говорил, да, про, так сказать, объединенные учения, когда не только ИБшники сражаются за работоспособность своего предприятия, но еще и айтишники участвуют в этом, обеспечивая доступность и работоспособность процессов. То есть, например, доступность инфраструктуры. Вот 97-24, да, у одной из команды было. Хорошо это или плохо. Ну, в целом, наверное, если у нас KPI, там, работоспособность, ну, вот, сервисы РЖД, который продает билеты, ну, он должен быть доступен, там, ну, по крайней мере, 5 девятых, да, 99-999. И это не самый лучший показатель, когда он выстаивает перед атаками нарушителей. Для другого сервиса, который обслуживает, ну, например, там, портал внутренний, корпоративный, ну, ну, в принципе, показатель может быть и меньше. То есть, опять же, под задачи, под заказчика настраиваются те показатели, на которые они должны выйти. То есть, схема самого киберполигона, ну, типового объекта, скажем так, киберполигона, типовую ее привел, не буду на ней останавливаться, то есть, все равно схема достаточно, там, сложная, даже несмотря на то, что, вот, там, казалось бы, не очень много здесь сегментов представлено, но там, на самом деле, работает более трех тысяч, да, виртуальных машин, обслуживающих, ну, и, соответственно, систем, которые обслуживают работоспособность этого киберполигона. Если, там, в 20-м году мы видим, да, у нас там было две стойки оборудования, то, соответственно, здесь мы кратно масштабируемся в этом году уже, это действительно серьезные инвестиции, мы настроены серьезно, и в том числе не только в плане масштаба, то есть, по количеству объектов, которые будут моделироваться, но и по глубине этих моделей также наш киберполигон растет. Огромные мощности, и это выделено именно под моделирование, под стендов. Соответственно, с чего обычно начинают заказчики, как бы к чему приходят, наверное, давайте так, да? Наверное, начало это как раз те самые киберучения, то есть, обучение специалистов. Про них мы почему-то забываем, вот как уже Елена Борисовна говорила тоже, навыки, где их взять. Ну, то есть, да, средства защиты мы ставим, но как вот натренировать эксперта, казалось бы, да, который хорошо управляется смешительным экраном, но что ему действительно делать в стрессовой ситуации, когда инфраструктуру начинают атаковать, им нужно реагировать, смотреть влоги, анализировать, где ложные срабатывания, где не ложные и так далее. Кому бежать, в конце концов, ведь он же не один обеспечивает реагирование на инциденты, его расследования, то есть, это целая группа специалистов. То есть, первое, с чего он начинает, это именно киберучение, понять, на что мы способны, то есть, вообще, способна ли моя команда выявить киберинциденты или нет. Когда, то есть, это первый этап, когда мы поняли, что, например, есть определенные пробелы, есть что менять, ну, а всегда, ну, то есть, можно улучшить хотя бы на 10% эффективность работы команды, я думаю, с этим спорить никто не будет. Вот, дальше начинается, там, оттачивание процессов и регламентов, то есть, где-то его можно было бы, опять же, оптимизировать, сделать более быстрым, более эффективным. Переход на тестирование средств защиты, что, какое средство, каким можно было бы заменить, да, и с какими настройками безопасности его можно было использовать, чтобы потом, привнеся этот же конфиг у себя в инфраструктуру, мы как бы, ну, гарантировали с высокой степенью вероятности, что будет обеспечена практическая безопасность на этом же самом средстве, да, в аналогичном сетевом сегменте. Дальше мы переходим на моделирование своих процессов, важных процессов, как технологических, так и бизнес-процессов в инфраструктуре, и приходим в конце к программе баг-баунти или построению даже для тех компаний, которые занимаются разработкой, построением процесса безопасной разработки программного обеспечения. Форматов есть несколько, как я уже говорил, то есть, кто-то приходит сначала просто на посмотреть, оценить, вот, мониторинг, да, формат, а давай я постою сбоку, то есть, я как бы, команда у меня небольшая, я не готов прям включиться, опыта практически у них фактически нет, я постою, посмотрю, насколько действия моей команды соответствуют действию, как бы, играющей команды, да, то есть, кто-то там рубится в футбол на поле, да, забивает голы, а я здесь сбоку повторяю, по сути, их же действия, ну, и там, понимаю, а повел бы я себя точно так же и увидел бы я этот же инцидент при использовании тех же самых средозащит. Ну, понятно, что самое интересное, это использование стандартной инфраструктуры или адаптированной инфраструктуры, то есть, стандартное, то, что у нас уже есть сейчас моделировано на киберполигоне, называется приходи и играй, ну, вернее, игра здесь это не совсем правильный термин, все-таки учись, да, наверное, или там проверяй, по крайней мере, так, вот, а адаптированное, когда мы используем стандартный набор объектов, там, контроллеры, системы, бизнес-процессы, но дополняем его своей инфраструктурной единицей, опять же, бизнес-процесс, тех-процесс, свой контроллер, например, можно смоделировать и более того, отобразить это в наглядном графическом макете, да, ну, и там, что называется, такой самый писк или там самый большой показатель прям, ну, развитости, да, и своей службы ИБ, и службы IT, это когда, вот, там, приходит команда, и она готова прям смоделировать свою инфраструктуру в рамках заданного, ну, вот этого заборчика, да, вот твой объект инфраструктуры, приходи и создавай, где у тебя контроллер, где у тебя файловые шары, да, здесь у тебя сегмент осу, здесь админ сидит, да, вот здесь твои контроллеры, и они прямо это все воссоздают, понятное дело, в некотором уменьшенном варианте, в миниатюре, но функциональность с точки зрения тех процессов и бизнес-процессов, она сохраняется. Ну, вот опять же скажу, да, наверное, что там замахнуться прям, вот, и способность реализовать четвертый формат участия, ну, сегодня из всех наших заказчиков, может, пожалуй, там, одна-две компании, вот, все остальные участвуют в формате либо два, либо три, ну, типа, типовой вариант. Ну, и, соответственно, как я говорил, там, сформулировать универсальную цель, скажи мне, Дмитрий, да, зачем мне прийти на киберполигон, ну, вот у меня однозначного прямо ответа нет, да, я могу вам накидать вариантов, а исходя из этого, да, там, родиться и требования к команде по количеству там и бэшников, и айтишников, да, например, и, соответственно, будут сформулированы результаты. Просто вот, опять же, по отзывам заказчиков каждый из них для себя формулирует результат по-разному. Но я, может, сейчас скажу крамольную мысль, просто тут еще есть тоже коллеги из позитива в зале, да, вы там закроете уши. Значит, у позитива есть разные продукты, и к ним есть не всегда однозначные отношения. Но вот то, что касается киберполигона и стендо, да, вот там, как говорят, 100% заказчиков выходят с этого полигона с горящими глазами. Они говорят, блин, мы не можем поверить, что так могло быть. Ну, то есть это прям реально круто. Да, там, по масштабу. Мы думали, мы придем, сейчас там 5 машин, у нас есть тоже там, ну, понятно, что мы более-менее знаем всех коллег, да, по данному направлению, которое создает киберполигон, они говорят, да мы сейчас там, ну, вот у нас завтра киберучение, мы сейчас развернем наш полигон, говорят они, полигон, да, проведем там, запустим определенное количество атак, ну, и люди будут расследовать эти атаки. Ну, это у меня вызывает, как минимум, там, удивление, потому что, ну, развернуть полноценный, огромный, большой полигон с всеми процессами, айтишными системами, ну, его просто физически невозможно, в этих задачах все это автоматизировать. Спросите наших специалистов, с чем им приходится сталкиваться, для того, чтобы это действительно работало и там, и работало по щелчку. Ну, так или иначе, да, то есть каждый из людей, которые выходят с этого полигона с горящими глазами, мы за ними прям быстро только там стараемся записать, потому что из них идет много мыслей, но вот основные, наверное, такие, да. То есть, во-первых, это практичность, прям концентрирован опыт там в трех-пяти днях пришли и там получили то, что за предыдущие пять лет работы, например, у себя в жизни никогда в принципе даже увидеть не могли. То есть, реально, как нас ломают хакеры. Вот почувствовать себя внутри эпицентра этого айти-взрыва, да. Моделирование рисков, то есть, прямо научиться. У нас есть там, кто не слышал, еще подход на основе практической кибербезопасности, да, и там целой платформы по обеспечению практической кибербезопасности. И вот там мы проходим, приходим к компании, мы рассказываем про вот как раз эти бизнес-риски, важность их идентификации, там, реализации, да, потом киберучение для предотвращения этих рисков. Вот, пожалуйста, там, как бы хотите вариант попроще и считаете себя способными это реализовать, можно прийти и тоже самое попробовать эти риски смоделировать самостоятельно и попытаться от них защититься. Ну, естественно, обучение специалистов это, там, гадалки не ходи, то есть, все выходят, говорят, блин, опять же, там, я работал с фаерволом, там, или с вафом предыдущие, там, три года, но то, что мне показали, там, вот, коллеги, которые были со мной на полигоне, а у нас есть такие варианты совместного участия, да, когда, там, например, с партнером или с интегратором вашим любимым команда приходит, ну, и играет параллельно, и вот интегратор показывает класс, а иногда интегратору показывает класс, специалисты, ну, заказчика, да, блин, у меня вроде сок коммерческий, а там, мои ребята только что подтянулись вот в использовании именно конкретно этого средства защиты, ну, прям, очень круто. Ну, и, там, бесценные артефакты, ну, и, там, отработка, координация в части взаимодействия разных команд. Идет у нас ближайшее мероприятие с 17 по 21 мая, есть определенный план, там, подготовки этого мероприятия, он занимает примерно два месяца, поэтому, если вы бы хотели поучаствовать, вы знаете своих аккаунт-менеджеров, да, там, просьба к ним не затягивать, чтобы обращаться. Спасибо за внимание. Спасибо.